В четверг на инвестчасе был представлен один проект, но какой? В городском округе Щелково предполагается строительство предприятия по производству базальтового непрерывного волокна БНВ. Планируемые инвестиции порядка 4 миллиардов рублей. Для сравнения, бюджет городского округа 7,5 миллиардов. Предприятие планирует выпускать БНВ объемом до 15 тысяч тонн в год. Проект представил его инвестор компания Экопром. Базальт – сырье из горных пород вулканического происхождения. Базальтовое волокно называют уникальной продукцией 21 века. Оно отличается прочностью, жесткостью, коррозийной стойкостью, радиопрозрачностью. БНВ применяется в авиационной промышленности и ракетостроении, строительстве и ЖКХ, сельском хозяйстве, электронике, металлургии и многих других отраслях. Однако российский рынок потребляет всего 1,4% мирового объема базальтового волокна. Так что для нас это пока новое, но очень перспективное направление. Эта программа рассчитана не на один год, она рассчитана на 5 лет и будут вводиться данные мощности последовательно. Мы предполагаем, что первым этапом мы запустим 1770 тысяч тонн по году. Это 4-5 установок, которые будут производить базальтовое непрерывное волокно. Всего же производственных печей будет 33. Сырье будут привозить с месторождения на Южном Урале. Предприятие создаст более 400 рабочих мест и обеспечит до 660 миллионов налоговых поступлений в бюджет ежегодно. Завод планируется построить на высвобождающейся площади первой очереди очистных сооружений, которая в результате реконструкции будет закрыта. Но место для начала строительства есть уже сейчас. Рядом железная и автодорога имеются все коммуникации. Все же знают, что очистные сооружения будут реконструироваться, что первая очередь у нас, которая раньше работала на 120 тысяч кубометров, ее не будет, она перейдет на вторую очередь, там, где будет применена высокая технология. А этот освободится, там порядка 60 гектаров. Конечно, надо все применить по промышленному производству. Нам помощь же оказал министр Скалья, дам от земельного участка, найди достойного инвестора, министра ЖКХ. Мы вот нашли достойного инвестора. Состоятельного, с кредитной линии. Банкиры сидят, готовы поддержать этот проект. Интересно, что расположение рядом с очистными сооружениями инвесторы называют большим преимуществом. Для выработки резервного газа и электроэнергии они планируют использовать иловые отложения. Здесь находятся очистные сооружения. И, используя эти очистные сооружения, мы будем вырабатывать собственный газ и собственную электроэнергию. Кроме того, для района будет улучшена экологическая обстановка за счет того, что мы применим свою инновационную технологию. Глава городского округа Алексей Валов поручил разработать дорожную карту по реализации перспективного проекта и регулярно отслеживать динамику в ходе инвестчасов, а также организовать комиссионный выезд на площадку. Прорывной проект на территории Щелковского района. Мы сделаем все возможное, чтобы он состоялся, потому что тот материал, который они будут вырабатывать на этом производстве, он позволит заместить очень много неэффективных материалов. Восхотехнологичные производства, восхотехнологичные материалы, которые позволят всей экономике и всей промышленности России сделать шаг вперед. Ирина Микеда, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково». Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково»